Семьи фронтовиков, сражавшихся на Ржевско-Вяземском направлении, могут прислать фотографии, которые войдут в оформление музея мемориального комплекса советскому солдату. Авторы идей просят отправлять фото и другие документы в электронном виде. Напомним, что мемориальный комплекс в память обо всех солдатах Красной Армии возводит по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны на месте кровопролитных сражений под Ржевом 1942-1943 годов. А тему продолжит наш корреспондент. Открытие Ржевского мемориала советскому солдату станет одним из центральных мероприятий празднования 75-летия Великой Победы. Все работы идут с опережением. В филиале Музея Победы, который откроется у подножия памятника, в экспозиции можно будет найти фотографии и информацию об участниках Ржевской битвы. Важно, чтобы имена погибших были не просто взяты из какой-то базы, а чтобы за ними стояли конкретные истории людей, говорят авторы идеи. Это будет именно музейно-выставочный комплекс, где люди смогут собираться, проводить уроки для школьников и тех, кто приедет на мемориал. Мы хотим, чтобы этим наполнением стали прежде всего не просто рассказ о каких-то карте и рассказ об операциях, а чтобы прежде всего стал рассказ о людях, кто сражался здесь, погиб он или нет. Кто командовал нашими дивизиями, кто освобождал даже Ржев и дальше наступал на Берлин. Фотографии и документы можно загружать на интернет-портал под Ржевом РФ. Причем, как отметил Никифоров, какие-либо требования к формату нет. Фото можно будет загружать вплоть до 9 мая. Они в любом случае попадут в виртуальный музей. Строительство мемориала советскому солдату на личном контроле у губернатора Тверской области Игоря Руденя. По его мнению, в масштабах всей страны это одно из ключевых мероприятий Года памяти и славы в России. Все остальные памятники нашему советскому солдату у нас находятся за границей. Мы об этом каждый раз повторяем. И я, говоря это, хочу просто подчеркнуть очень высокий уровень ответственности Тверской области и то высокое доверие, которое нам оказали. Потому что из всех регионов, даже несмотря на то, что в других регионах есть города-герои, именно выбрана Тверская область, именно Ржевский район, для того, чтобы установить единственный в Российской Федерации памятник советскому солдату. 25-метровая фигура воина будет стоять около трассы М-9. Возведение монумента ведется на спонсорские средства и пожертвования. Сбор организован на официальных сайтах Военно-исторического общества и Ржевского мемориала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова